Стрельба на ежегодном кулинарном фестивале «Гилрой Гарлик» За первое полугодие 2019 года Азербайджан экспортировал электроэнергию на сумму около 52 миллионов долларов. Рост поставок составил 4,6% по сравнению с годом ранее. А теперь подробнее. Села 46 мигрантов, погибших в результате крушения судна в Средиземном море, были похоронены к востоку от Триполи в Сидихелиде. По сообщению Верховного комиссариата ООН по делам беженцев, на борту судна было около 300 человек. Спасенные местными рыбаками и ливийской береговой охраной мигранты были переведены в центр временного пребывания Таджура. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев назвало это худшей средиземноморской трагедией в этом году. В результате взрыва у здания партии «Грин Тренд» кандидата на пост вице-президента Афганистана погибли 20 человек, и по меньшей мере 50 человек получили ранения. По информации Толо Ньюс, после взрыва, прогремевшего недалеко от частного университета Галиб, на площади Шахид, боевики обстреляли офис «Грин Тренд», прилегающий к зданию учебного заведения. Сам кандидат на пост вице-президента Амрулас Алек получил осколочное ранение в руку. По словам официального представителя Министерства внутренних дел Афганистана, все четверо боевиков были уничтожены. Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Талибан». Четыре человека погибли, еще 15 получили ранения в результате стрельбы на ежегодном кулинарном фестивале «Джилрой Гарлик» в городе Гилрой на западе Калифорнии. Инцидент произошел в заключительный день праздника, когда молодой человек примерно 20 лет открыл огонь по одному из киосков, а затем по людям. «Это вообще невероятно». На место происшествия прибыли спасательные службы и несколько вертолетов. Шеф полиции Гилрой Скотт Смит заявил, что в ходе спасательной операции правоохранителям удалось обезвредить предполагаемого преступника, у которого, возможно, был напарник или напарница. Однако эта информация не подтверждена. Людей призвали держаться как можно дальше от этого района, поскольку место происшествия до сих пор считается опасным. Премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху объявил об успешных испытаниях новой системы противоракетной обороны «Стрелка-3». Заявление было сделано во время еженедельного заседания Кабинета министров с участием посла США Дэвида Фридмана в Западном Иерусалиме. Испытания проводились на Аляске совместно с Соединенными Штатами в течение 10 дней и стали первой проверкой оружия Израиля за пределами его территории. За последние недели мы провели три секретных прорывных испытания ракеты «Стрелка-3», которые удалось полностью перехватить баллистические ракеты вне атмосферы на высотах и скоростях, которых мы не знали до сих пор. Сегодня Израиль имеет возможность действовать против баллистических ракет, выпущенных против нас из Ирана или из любого другого направления. Это большое достижение для безопасности Израиля. Противоракетный комплекс «Стрелка-3» перехватывает цели на высоте до 100 километров и действует на дистанции от 400 до 2500 километров. Азербайджан наращивает экспорт электроэнергии в европейские страны. Согласно статистике Государственного таможенного комитета за первые шесть месяцев 2019 года, экспорт электроэнергии из Азербайджана составил 1,2 миллиарда киловатт-часов. Это на 56 миллионов киловатт-часов или на 4,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. С мая Азербайджан начал экспортировать электроэнергию в Грецию транзитом через Грузию и Турцию. Кроме того, экспорт электроэнергии был осуществлен в Румынию и Венгрию через Болгарию. В планах страны начать поставки электроэнергии в Австрию и Италию. Однако стоит отметить, что за первое полугодие года стоимость энергии снизилась примерно на 50 центов за 1 киловатт-час по сравнению с показателем 2018 года. Азербайджан получил около 52 миллионов долларов от экспорта электроэнергии. Переговоры по ядерной программе Ирана прошли в Вене. При участии представителей Китая, Франции, Германии, России и Великобритании. Практически все участники совместного всеобъемлющего плана действий, заключённого в 2015 году, кроме США. В прошлом году они в одностороннем порядке вышли из соглашения. Переговоры, как отмечает Иран, прошли в конструктивном русле. Рынки по-разному восприняли эту новость. Цены на сырьё изменились разнонаправленно. Атмосфера была конструктивной. Обсуждение прошло хорошо. Не могу сказать, что мы всё решили, но есть много обязательств. Встреча в Вене, как ожидается, станет подготовка к министерским переговорам по спасению совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Дата встречи и места её проведения пока неизвестны. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова